джой кот вот смотрит лазерсона как тот делает очередной кулинарный шедевр аппетитно добулькивает пару раз а как будто сгорел на друзья это зона ухо с нефтью джей в кугуруми к вам вообще на звонится но название очень привлекает меня наша страна славится не некоторые тот зрители говорили что скорее всего это не нефть а гарь мы посмотрим и цены прыгают нефть дешевеет а бензин дорожает на я бывает езжу по америке мама моя там живет чуть цена нефть упала сразу на заправках цена на нефть на на бензин ниже у нас программа кулинарная они не про нефть но да илья сакч поэтому вот хотелось бы все-таки про кулинарию больше а не про то что там где как дорожает дешевеет ухо с нефтью отлично люди приходят смотреть рецепт они твои рассуждения интересно чё за рыба какая черная знакомая форель сварю из нее бульон сначала да я сейчас вот так форель чем такая темная обычно я видел только заморожена вот рыбку короче ребят есть не режется просто рвите рвите рыбу голову сразу вырву у нее жабры и выброшу а из головы и хребта сварю бульон потому что вкус должен быть насыщенный и эти запчасти ни в коем случае не должны пропадать голова это прям хорошо немножко кровавая работа но что поделаешь теперь быстро срезаю одно филе видите я срезал одно филе странно что не разорвал ее пополам как селедку связаю другое филе и высвобождать освобождаю хребет всегда приятно кому-то сломать хребет вы знаете вот хотя бы илья исаак без этого не может я уже никак на это не реагируя хотя мог бы я просто уже устал ребята значит джей заебал вот и так сейчас сегодня там кто-то болтает голову немножко выпрямлю зачем вот так вот и и открою глаза могу убрать хотя глаза никак не влияют на качество бульона вот глазки я выдавил ну приятная процедура выдавить глазки и сломать хребетик есть сонь там он на фоне говорит словно буква с голова вот немножко плавников сейчас я мою руки и мою содержимое сотейника и начну варить чтобы не терять время наливаю холодную воду и ставлю для закипания на мощную конфорку мощнейший режим мне нужно будет одно филе значит я сейчас вырезаю вот так плавник это плавничок я могу его уже не мыть прямо сотейник сюда срезают тёшу и срезаю немножко плавник хвостовой жирок короче идет классическая разделка рыбы но честно вам скажу можно это делать немного аккуратнее то что тут чуть прям настолько варварским методом она и немножко вот этой белой пленки томат филет ничего не остался леса сейчас моя задача будет еще убрать также косточки вся доска не поймешь что вот эти вот чешуйки они прям вот на самом филе я так неаккуратно вот этот же вот ну да нельзя же было на ты полотенцем этим бумажным вытереть вот что у него сзади же есть даже диспенсер для полотенца взять очень пилешку подложить вытер выкинул или вот здесь может снизу прилепить как у дружи сделано было красиво поверхность там филе разделывать полотно и поминаю себя как я постоянно разделал салфеточки где-то если на тряпочка аккуратно чтобы лишние вот эти вот никуда не падали чешуйки потому что потом их задолбаешься собирать тут чет прям вот так все пофигу добавлю сюда в бульон будущий и вот так поднимаю косточки а потом их одним движением смахну вот это кстати классная тема наконец-то я себе купил вот это вот выщипыватель как 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 когтей костей вот так убираю косточки эти уже косточки нет смысла класть бульон от них ну вот он даже не старается чтобы был прям красивенько ровненько потому что видимо ему скорее всего это не надо и он просто не старается хотя либо он просто не становится потому или я всегда старался потому что рыб все-таки по большей части шла на роллы о на роллах нужно хорошенько ровненько и ни в коем случае не вот такая вот каша дряхлая какая-то непонятная рыба я снимаю кожу вот так вот он так пахтит как будто он 50-килограммовые тюки носит не всегда вот он напрягается хотя на деле он не напрягается он просто спешит куда он для спешит непонятно здесь конечно грязю какая-то куда он спешит да просто аккуратно не спешали снимай кожу или от кожи отделяй окончательно четко вот так делает она дала взросл это так умиляет когда я сакшат мы сделаем кожу ох как будто вот настолько это тяжело ребята что вы прониклись и зауважали илью сакси еще больше потому что это сложно вот да видите вот я снял кожу флиф происходит теперь я нарежу рыбку на кусочки это уже будут те кусочки которые будут попадать в тарелку руки наливаю сюда в миску к рыбе холодную воду и пока у меня варится бульон я в эту миску с кусочками форели вот они до насыпаю немного соли и немного сахара чтобы рыба полежала в такой солено-сладкой врач я так понимаю он ее сырую будет отдавать что ли она будет вкуснее и лучше будет сохранять свою форму это один из моих лайфхад все-таки будет варить раз она будет сохранить форму то есть он ее сейчас немножко подержит в этой воде потом подварит и форму будет лучше сохраняться окей в которой касаются рыбы и сейчас я счет он я не знаю ребят может быть просто это я говорю может быть это не надо для этого рецепта но он так по-варварски с рыбы обращается мне прям немножко не по себе у закипания воды где в сотейнике где будет бульон сниму пену рыбные бульоны варятся очень быстро буквально 15 минут ни в коем случае ребят не варить 30 минут говно получится ой ни в коем случае да а час о господи ребят гланд крышка еще не закрываете не убавляете огонь ничего не надо не 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 перчик не добавляйте там ничего ребята говно быть сто процентов 15 минут все готов так что ждем закипание друзья я уже выражился ложкой броши я снимаю пены видите закипело я вообще покажу вам экспресс-метод варки и вот и вот эта тарелка нравится за счет это покрытие или как это все это вообще такое черненькое необычное как будто что-то старое произведенное старые времена так скажем объяснить это достаточно много пена и в целом и ухи с нефтью в частности есть подозрение что пена там уже сняли потому что слишком мало пен для того чтобы сэкономить время смотрите что еще сделаю я вот сейчас так беру овощи смотрите у меня здесь видите лук морковка и сейчас морковку вот так раз вот так раз и вот так раз и прямо туда вообще делает черная вода с рыбой какой-то уху делает черную я потом кости и голову просто уберу и мне останется чистая уха не понял кости горит и голову уберу а морковь он тоже уберет смотрите не понял я на быстрее будет а чё быстрее руб на получается он сейчас добавит морковь все это будет вариться морковь будет вареная И потом он, получается, когда будет просеивать, ну, через сито там, да, сцеживать бульон, то есть, получается, морковь в бульоне уже не будет у него. То есть, он чисто для вкуса, что ли, дает морковь? Я не понимаю, что он делает. Сейчас кипяточку немножко добавлю еще в уху. Ну, видимо, да, в этом смысл. Потому что, как он будет сцеживать, потом выбирать оттуда кусочки моркови? Вряд ли. Уровень. Это картошка. Так. Картошка нарезается чуточку крупнее. У меня и бульон варится, и уже начинают вариться... Я ничего не понимаю. Хитрые овощи и лук. Я прямо люблю вот так. Хитрые овощи. Как он сцеживать-то будет? Сравнительно мелко накрошить. Он потом не виден будет. Я вот тоже не представляю, типа, сцеживать все это, потом выбирать оттуда. ...бит в ухе. Тем более, когда она будет с нефтью. Он не будет процеживать, он просто вынет ложкой и оставит там разваренные овощи. Серьезно? Нет, ну я бы мог это понять. Спойлеры. Мы осуждаем спойлеры. Когда ты делаешь что-то на природе подобное, да? Ну, такая вот походная уха. Окей, я как бы не против. Я понимаю, прекрасно, очень вкусно, классно, мне очень нравится. Я люблю уху. Но когда ты дома и на канал, и... А что, нельзя постараться-то? Сделаем из рыбы мочалку. В только закипевший бульон закинем то, что будет вариться еще минут 15-20. Почему не сделать хорошо? И вот так лук. Сейчас я добавлю немножко кипяточку. Закроем картошку, и мы выровняем объем. Я, по сути, сам, помните, я вам рассказывал сам где-то неделю-две или полторы. Варил дома уху. Я, по сути, делал все то же самое. Я ни овощи, ничего не пассировал. Мне вот очень нравится вот такая вот чисто вареная уха. У меня тоже вот были лососевые вот эти вот кости там, голова, кожа. Но я сделал, ну, поскольку я люблю готовить и вкусно, и хочу, чтобы супруга моя так же кушала там, да, чтобы кости там никуда не попадали. Я все это сварил хорошенько. Потом все это сцедил, отфильтровал. И только потом в бульон рыбный я добавил туда овощи, какие хотел, и сделал уже уху, которая мне нравится. А что мешает ему сделать так же? А он куда спешит? А что, нельзя сделать это потом? Ах, да, как Соня говорила на стриме, да, мы, говорит, по 20 роликов в день снимаем, понятно. Вот туда самурай спешит. Все понятно. Зачем стараться? И я уже могу. Вот так вот, значит. 20 роликов в день впечатляет. Так много. Ну да, время не резиновое, все это надо. Съемочный день, надо за него заплатить. Оператор там, свет, как такое. Да. Чуточку присолить. Вот, видите, по сути, кипение уже продолжилось. Я с ним согласен, что вот когда вот варишь, уже немножечко можно присолить, чтобы овощи уже в процессе варки, там, в процессе приготовления супа, чтобы овощи немножечко просаливались. Потому что когда ты солишь суп в самом конце, прям в самом конце, ты солишь как бы бульон, ты пробуешь на вкус, вкусно вроде, да, хорошо, в соль попал. А потом он стоит минут 10-15, и потом он становится слегка недосольный, потому что овощи вся соль вбирают из бульона, и бульон становится менее соленым. И поэтому я тоже вот когда супы варю некоторые, я немножечко подсолю, присолю, извините. А потом уже в конце досаливаю прям так, как надо, и получается прям хорошо. Чайник закипает у меня, я сейчас закипел, я вижу по градуснику. Короче, он добавляет туда кипяток для того, чтобы отрекламировать чайник Стеба. Господи, это такой бред. И нет, я не к тому, что ты рекламируешь чайник. Реклама это нормально, полезно, хорошо, но Илья Исаакович, когда что-то рекламирует, он таким нелепым образом рекламирует что-то. Он такие странные кракозябры придумывает. Это так странно выглядит, и мы постоянно с этого кекаем. Нет, чтобы сказать, там, вот пока варится бульон, я заварю себе чаек, там, вот чайник. Нет, ребята, мы будем подливать в бульон кипяток, ребята. Вот так я добавлю кипяточку. Хорошо, что добавил, а то вот если бы не добавил, все было бы очень плохо. Сейчас приготовлю... Это было бы печально, воды же не хватало там. Миску для того, чтобы со временем вынуть оттуда хребет, кости и жопы. Кости и жопы. Я так хочу, ребята, посмотреть, как он будет доставать эти кости и жопы и прочее. Ну, а пока это должно побулькать буквально, вы знаете... Не больше 15 минут. Буквально 10 минут. Ну вот, я сейчас, видите, немножко снимаю еще. Время от времени снимал пеночку. Вот жир, в частности, я не люблю. Вот уже варится после вторичного... Какой там жир, я понять не могу. В бульоне от лососевых. Вот уже варится после вторичного закипания 10 минут. К тому же, у него там же голова, только же бежабр, там это голова и кости. Откуда там жир будет какой-то? Это же не курица там. Бройлерная. Я, как я обещал, убираю голову. Она сделала свое дело. Ну, вы помните, да? Там и чешуя, и косточки. Вот смотрите, хребет. Да. Класс. Посмотрите на этот хребет. Вот бульон-то. Я ловлю вот ту спинную часть. Шикарно. Вот она. Там лук вообще сырой. Вот кусочек животика. Я потом все это верну в уху, соберу отсюда мясо. Хотя у меня и так рыбы достаточно здесь. Я первый раз в жизни вижу, чтобы так ужасно делали бульон и варили уху. И это, ну, опять же, вне полей. Вот такой у меня уже получился хороший навар. Хороший навар. Ой, за 15 минут там навар, Илья Исаакович. Парим его еще совсем немножко. Жалко вот этот самый оператор, который у него, он настолько хорошо снимает, что фокус прям замечательно. Можно поймать на супе, посмотреть, что так кипит. Вот просто идеально. Это так хорошо все выглядит. Особенно вот этот вот момент мне очень понравился. Опа, видели? Опа. Шикарный план. Просто оператор. Космос. Смотреть и смотреть, ребята. Это на всякий случай, что такие, как я, ничего не увидели. Значит, специи, ну, понятно. Качество не то, что у славного дружа Обломова. Я просто 4К 120 FPS можно увидеть. Что нужно и не нужно. Одна. Самая специя это лаврушка. Да можно и больше ничего не класть так. Нефти здесь еще нет, ребята. Ждите нефти. И черный перчик. Горошек. Правильно. Парочку горошек. Бах, попалось. Вкусно было, шовая. Да, кем-то броску силы. Прямо эта перечность пошла по горлу. Все красота. Обожаю. Могу, кстати, ножом раздавить. Вот так. Вот так. И вот этот глаз. Сюда. И вот это точно. Я очень редко готовил в жизни уху. Я не особо люблю. Там если просто суп, там и консерву. Там какой-нибудь. И Васе открыть. И фигануть туда. Пусть варится. Только такое разве что. Но ухать хорошая вещь, да. На зубы не попадется. Будет очень классно, приятно. Ммм, гости будут в восторге. Теперь я промою рыбку, да. Она вот помните у меня. Теперь говорит, я промою рыбку. И тут нам показывают вот эти вот бока кастрюли. После пены, которая выделяется после варки бульона. Потому что по-хорошему бульон варится. Потом кастрюль меняется. Либо если не сильно засорная, то здесь аккуратненько протирается. Чтобы вся вот эта вот пена, вот эта вот грязь с рыбы. Или там с чего вы варите бульон. Чтобы она не попадала в суп. Чтобы все было красиво. Не-не-не, ребята, мы не будем менять кастрюли. Мы ни хера не будем делать. Мы все это вместе пизданем. Потом просто выловим. Кости останутся. Все, чешуя, да насрать. А потом еще. И кинем перец целиком и горошком. А если вы хотите помельчить пару раз. И снова кинем, чтобы его еще больше было. Шикарно. Теперь я промою рыбку, да, она, вот помните, у меня лежала в солено-сладкой воде. Да-да-да. Кишуя, реально, кишуян там варится, она может станет чуть мягче от варки. Я надеюсь. Или проварится и все нормально будет. По крайней мере не убьет никого, да? Чего плохо не станет. Я сейчас ее промою, потому что она уже здесь закрепилась за счет соли, зафиксировалась. Пропидалась немножко солькой и сахаром. И станет просто вкуснее у меня там. Поэтому я уху еще чуть-чуть все-таки не досолил, потому что немножко рыбка. Удивительный человек Илье Сакш-Лазерсон. Когда он готовит мясо, например, помните старые вот видосы, когда мы смотрели, по-моему, даже нарезки есть на канале, когда мы смотрели, где он готовит мясо. Я частенько говорил о том, что, а почему бы мясо заранее не замариновать? Почему мне сделать его вкуснее? Зачем просто вот голое мясо, грубо говоря, не соленое, не перченое, ничего, тупо есть. Типа, да, есть у меня там некоторые рецепты. А тут, видите ли, для ухи он решил замариновать рыбу-то. То есть, оказывается, чтобы для вкуснее все-таки это можно сделать. Но вот когда нам неохота и париться-то, ну и зачем, мы ничего не будем мариновать. Да, пошло оно. Рыба с собой принесет немного соли. 20 роликов в день снимают. Хотя я ее промою. И закладываю, видите, последнее практически, потому что рыба варится быстро. Рыбу переваривать нельзя, надо ее приготовить и сразу съесть. Вот у него, конечно, там хорючего. Очень важно, чтобы рыба была нежнейшая. Как он говорит супер нежнейший, подготовиться, и при этом у него в этой кастрюльке, не пойми что, вообще на похер. Но при этом рыба должна быть супер классной. Вот как, объясните мне. Ну так все ухи. Это магия Лазерсона. Он же это есть не будет, не будет. Никто это есть не будет. Ну там, не знаю, я работаю оператором, я, может, поел. Типа, если можно было бы, например, выловить там лосось, этот, тебе налить лосось там, выловить побольше. И картошечки. Это все. Уже даже такой лосось проваренный. И картошка можно съесть. Готовится, да? Нет, Илья Сакс, не все. Сноющими людьми я имею в виду. Да-да-да. Значит, вот я опускаю. У него даже не кипит. Она даже не закипела. Сейчас она даст дополнительный навар, естественно, ну и сварится. Дополнительный навар в супе, который не кипит. Это будет мощная. Господи, у него бульон прям прозрачный-прозрачный. Он не в плане прозрачный, он просто вода. С большим количеством рыбы. Просто вот вода. Не знаю, как вам объяснить, но когда ты смотришь прям на бульон, особенно где картошка была, моркошка, лучевский, да, и кости там, головы и так далее, все это варилось, видно, что это прям бульон. Здесь вот он кладет, и вот вода колышется, и она колышется, как практически вода. И он говорит, 15 минут достаточно? Да где же достаточно-то, блядь? Там одна вода. Я сейчас пойду добывать нефть. Ну вода, бульон, ну просто вода. Потому что вот уже можно. У него консистенция вода. Уже сейчас на грани того, на что бы свариться. Потому что из картошки, из лука, из костей все должно выделяться еще. Кроме жира, понятно, где он там всякий. Из картошки крахмал, например, должен немножко выйти там. И добавить в воду свое там, так скажем, как бы так сказать, гуще, гуще сделать. Вот. Все должно дать свое там, всякие вещества, чтобы получилось гуще. Я понял, Джей. Да, сейчас вот уже там идет процесс. Я опять же холодную рыбку положил, видите, и кипение прекратилось. У него все дороги. Холодную картошку положил, кипение прекратилось. Рыбку положил, кипение прекратилось. Водички подлил, кипение прекратилось. Вот это моя нефть. Я не гонялся по всей Тюмени, потому что это, кстати, такое тюменское блюдо. Что, в итоге, чернил, кракатица? Закладываю сейчас нефть. Смотрите внимательно. Как здесь сейчас все будет. Проницательные зрители мои уже поняли, что я добавил. Это, конечно, чернила, кракатица. Да, мы угадали, ребятки. Это не кайфы, не горелки, не угли. Это чернила, кракатица. Вот такое вот блюдо, знаете, такой вот маленькой иронической, ироничной такой фишечкой. Но согласитесь, что... Но я соглашусь, Илья Саксович, с тем, что это из твоего блюда уху ты и не сделала. Но согласитесь, что это совсем и совсем неплохо. Все, сейчас. Ну, покрасить неплохо, я согласен. Но это плохая уха. Это суп с рыбой. Суп с водой и рыбой. Рыбка должна поболькать еще буквально 2 минуты. И я буду эту самую ушицу подавать. Вот теперь я попробую ее на соль. Чернила, каракатица достаточно активно продаются. Активно. Что ж, по всей тюме не бегал. Во всяком случае, в интернет-магазинах можно найти. Ну, в интернет-магазинах, но я по всей тюме не бегал. Надо понимать, что чернила, каракатица немножко солоноватая. Это желе черное, да? Поэтому надо учитывать при добавлении чернил в еду. Абсолютный пищевой продукт. И он только усиливает рыбный вкус, потому что добывается из каракатицы. А каракатица – это кальмар. Если говорить таким простым народным языком. Вот и все. Ну, вот смотрите, как уха аппетитно добулькивает. Я сейчас укроп, конечно, не скажу. Я, конечно, не сказал, что уха аппетитно добулькивает. И вот про то, что я вам показывал, да, вот на стенках. Оно стало еще темнее. Уха может быть без укропа. Смотрите, сейчас я. Укроп нарезан. Ну, я, короче, вам так скажу. Я не могу сказать, что это выглядит прям вот, ну, ужасно, потому что это интересно. Это, ну, такая ресторанная, видимо, тема. Что вот, типа, смотрите, у нас уха черная. И типа нефть, и типа рыба, которая обитает в воде. А нефть, она тоже где-то там. И как бы вот мы добавили нефть. И пятое-десятое. Но это не делает его рыбный суп ухой. Давайте будем честны, потому что там одна вода была. И сейчас он просто это все закрасил. Но факт того, что он это закрасил, это, в принципе, интересно. Черный цвет. Очень кулинарный цвет, я считаю, друзья. Ну, вот тут он, видимо, тоже подкалывает. И вот только что я тоже хотел сказать. Но, честно говоря... По пицце кайфу мы помним, да. Это кулинарный цвет. Это не очень аппетитно. Как будто там гудерон. Ничего у него ни кулинарного нету. Вообще ничего. А то, что по-человечески пошло так, что если пахнет неприятно, то лучше не есть. И выглядит неаппетитно, то тоже лучше не есть. Не-не-не-не-не-не. Есть, конечно, исключения, но тем не менее. Кропчиком он будет виден только на компонентах. Хотя нет, он на черном тоже виден. А я сейчас вот так вот кандово попробую прямо из сотейника. И улыбнись нам потом. Это очень удачная идея, потому что, да, чернила очень подчеркивает вкус. Главное, не забыть, что ты ел черную уху с нефтью, чтобы потом не испугаться. Своего рта черного? Радуюсь, потому что у меня получилась хорошая ухо с нефтью. Ничего не понимаю. Недорогая при этом. Вот. Нет, ну можно было бы, конечно, сделать подороже и шмельнуть туда прям настоящую нефть. Даже не знаю, надо ли желать, чтобы нефть дешевела или чтобы нефть дорожала. Да не надо ничего желать. Хрен-то с ней, с нефтью. Главное, что получается вкусная уха. Пока. Пока. Вся форель стала черная и как будто суп сгорел. Ну, взял, ну и сгорел. Ну и хер с ней, да. Ну, то, что в конце добавил, это реально прикольно было. Это вот чернила каракатицы, такая изюминка. А та, конечно, как всегда, рецепт хуйня у Лазерсона. Ну, спасибо за внимание. Всем до скорых встреч. Пока.